Библейский портал экзегет.ру представляет 93-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества. А 92-й был такой краткий, прям вот говорить даже был не о чем. Господь велик, прекрасен, постоянен. Ну если это так, а это так. На земле творятся всякие безобразия, может Господь уже вмешается в это все как-то. Бог воздаяния, Господь, Бог воздаяния, явись, поднимись, судья земли, отплати надменным, доколе нечестивцам, о Господе, доколе ликовать нечестивцам. Произносят наглые речи, творят неправду и тем похваляются, попирают народ Твой, Господи, унижают Твое достояние, убивают безумных и вдов, умрешляют сирот, говорят, не увидят Господь, Бог и Аковлев не узнают. Образуемтесь, безумцы, как же вы, глупцы, не поймете, тот, кто создал ухо, разве может не слышать? Тот, кто создал глаза, разве может не видеть? Он наставник народов и учитель людей, неужели он с вас не спросит? Господу ведомы мысли людей, они призрачны, как туман. Благословен тот, кого ты, Господи, учишь, наставляешь в законе Твоем, чтобы в дни беды дать ему прибежище, пока предгрешным не разверзнется яма. Нет, Господь свой народ не оставит, достояние свое не забудет, и правда воцарится в суде, и пойдут за ней все праведные сердцем. Кто встанет со мной против злодеев, против тех, кто творит зло? Если бы Господь мне не помогал, жизнь моя ушла бы в страну безмолвия. Стоило сказать мне, я вот-вот упаду, как милость Твоя, Господи, меня укрепляла. Сколько бы ни было печали в сердце моем, утешение Твоей радует душу. Чужд тебе престол преступлений, рассадни, горе и беззакония. Набросились, праведника хотят убить, осудить, пролить кровь неповинную. Но Господь защита моя, мой Бог скала, что меня укрывает. Он их зло обратит против них же самих, он истребит их за преступления. Он Господь наш Бог, истребит их. А вот в этом со мной такая динамика, да, вот предыдущий был статичный, как памятник такой, да. А здесь вот прямо мощное развитие. Бог явись, ты Бог воздаяния тебя, тот, кто отплачивает за дела людей. Ты судья земли, отплати надменом. Сколько уже можно это все делать? И дальше их логика. Произносят наглые речи, творят неправду и тем похваляются. Убивают бездомных и вдов, умиршляют сирот. Вот вновь и вновь самые социально беззащитные, они будут вот критерием, да. Кто такой верующий, а тот, кто относится хорошо к бездомным, вдовам и сиротам. А вовсе не тот, кто часто в храм ходит молиться. Вовсе не тот, кто на себя напускает какой-то вот очень благочестивый вид и говорит правильным голосом правильные слова. Это нетрудно. А вот помочь тем, кому тяжело, гораздо сложнее. Говорят, не увидит Господь, Бог Иаковлев не узнает. Вот вечная тема, которая постоянно вступает в нашу жизнь. Люди живут, как хотят, при этом верят в Бога, по крайней мере, они так считают. Но Бог для них абстракция, где-то там старичок на облачке, как в карикатурах атеистических он рисовался. Да, ему до этого дела нет. Вот у нас тут все свое. Ты, Господи, вот только не вмешивайся. Вот это и есть самое главное оскорбление Богу. Хуже язычества, хуже вот такого животного образа жизни, когда люди просто там жрут, спятся, выкупляются и больше ничего не делают вообще. Да, потому что они хотя бы Бога в это не впутывают. А здесь вот они отгораживаются от Бога стенкой, и за этой стенкой они уже позволяют себе все. Да, и вот это самая страшная вещь. И дальше псалмопевец говорит, кто создал ухо, глаз, разве он будет слепым и глухим? Наставник народов неужели не спросит? И дальше, соответственно, ответ. Нет, ну, во-первых, человек, которого Господь учит, наставляет в законе, то есть человек, который готов принимать это учение, он будет ждать, пока нечестивцы не погибнут, спокойно и безопасно. И свой народ Господь не оставит. А дальше такой неожиданный донкий ход. Кто встанет со мной против злодеев, против тех, кто творит зло? Я бы вот уже погиб, если бы Господь не был на моей стороне, то есть оказавшись на моей стороне, на стороне человека, который обличает этих самых нечестивцев, которые вот эту ложную их благочестивость выставляют на показ и говорят, это, наоборот, оскорбляет Бога, когда вы о нем говорите, как об абстракции, которая не имеет отношения к вашей жизни. Вот этот донкий ход, на самом деле, на стороне Бога, и кто ему поможет, тот поможет Богу, тот будет под кровом Всевышнего. 90-й псалом нам о чем говорил. Не о том, что нужно быть суперправедным, не о том, что нужно очень долго молиться, очень строго поститься, там вообще об этом ни слова, а нужно быть с Богом. Вот и все. Все остальное подробности. Вот как быть с Богом? А, например, встать на сторону того, кто не соглашается с этими нечестивцами, кто их обличает. Набросились, праведника хотят убить, пролить кровь неповинную, но Господь защита моя. Он их зло обратит против них же самих. Он, Господь наш Бог, истребит их. И обратим внимание, что этот донкий ход не берет на себя функцию мести, мщения, он говорит, мститель Господь, но он призывает Господа в это вмешаться. И продолжит эту тему следующий 94-й псалом, где и 95-й, вот 90-й все примерно про это, где будет снова звучать эта тема Бога как царя, но царя не абстрактного, а того, который приходит в нашу жизнь и который эту жизнь изменяет здесь и сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok